Всем огромнейший привет! Сегодня хочу снять еще одно видео, которое будет в отчетах моего участия в совместном проекте цветочной фантазии. Я напоминаю, что я вышивала вот этот сюжет. Вот у меня оконченная вышивка получилась таким образом. Цветы, стоящие на подоконнике, в таких необычных кувшинах, мне кажется, жестяных, по всей видимости. Когда эта вышивка была без бэк, это было абсолютно непонятно, какие-то пятна цветовые. Но, конечно, бэк обрисовал всю картинку. На мой взгляд, симпатичная вышивка. Солнечная, веселая, радостная. И, в принципе, о вышивке сказать ничего плохого не могу. Все замечательно у меня отшилось. Я уже говорила о том, что несколько результатов отличаются от результата, заявленного на рисунке или на фотографии на титульном листочке. Вот. Но меня, в принципе, устраивает и такой результат. Она немного нежнее получилась. Единственный момент, который меня смущает во всех вот этих наборах от Натальи Младецкой, она включает очень много желтого цвета. В сравнении опять демонстрирую эту картинку. И, на самом деле, вышивку, которая получилась. Насчет желтого цвета. Наталья включает много желтого цвета. Вот, посмотрите. Столько ниток осталось на палетке. Конечно, больше всего осталось ниток, которые шли для отшива бэка стежком на зад иголку. Но остальных ниток тоже осталось приличное количество. Но я, правда, немножко урезала дизайн. Если вы помните, снизу не вышивала буквально там сантиметр или два. По моей задумке, они были не нужны. Но давайте посмотрим на желтый цвет. Вот, например, желто-зеленый цвет. В данном случае просто желтый цвет. Так, чуть-чуть потемнее. Яркий желтый цвет. И вот эти три цвета. Вот светленький желтый цвет. Сейчас я попытаюсь показать, что я хочу сказать. Что крестиками, допустим, четверочка и девяточка желтый цвет, они различимы, но минимально. На вышивке отличия, ну, просто минимальные. Вот они. Поэтому у меня и закрадывали сомнения, что... Первоначально Наташа разрабатывала дизайн для DMC. Мне кажется, это уже перевод и какой-то оттенок. Просто вот отличаются гаммовские оттенки от оттенков DMC. И мне кажется, при переводе, может быть, вот эта разница где-то теряется. То есть вот эти крестики друг от друга практически отличить нельзя. И смысл в том, что они где-то там встречаются. Но, возможно, общая картина все равно выигрывает. Хотя бы из-за полотенка. Все равно она получается более богаче. Но, как бы, такие мысли меня посещали во время отшива. И поэтому я решила ими поделиться. И это уже не первый раз при отшиве ее работ. Нитками гаммы, поскольку панна только ими и комплектует. Теперь к тому, во что это все у меня выльется. Опять напоминаю, что я хочу делать часы. Часы вот с таким механизмом. У меня были год назад куплены вот эти вещи. Это механизм для часов. В принципе, год назад он стоил всего 120 рублей. Вот так вот у меня и хранился в ящичке. Чем хорош именно этот, тем, что здесь есть уже подвесочка. То есть мне не нужно придумывать никакого крючка. И это огромнейший плюс. Здесь останется вставить только батарейку в механизм. И в принципе, они должны работать. И кроме того, у меня были куплены вот такие вот стрелочки. Я думаю, что сюда подойдут черные. Потому что светлые стрелки, у меня есть еще светлые стрелки, они совсем теряются. А вот черные стрелки в самый раз. И тоже совершенно прошлогодние цены. Год назад купленные стрелки стоили всего 48 рублей. Это еще не все. Помяту я, что мне нужны часы. Поэтому мне нужна основа под часы. Я все-таки покупала такую из ДПС. По-моему, это не деревянная. ДПС основа под часы. 22 на 22 сантиметра, почти квадратная, с закругленными краями. Я, правда, сейчас просто ее не могу найти. Потому что, объясню. Когда я ее купила и принесла, я поняла, что ничего не получится. Эта основа имеет толщину в 6 миллиметров. И вот этот механизм, конечно, не рассчитан на 6 миллиметров абсолютно. То есть, его нельзя сюда вставить, стрелки потом некуда одевать. Ну, все определяется эмпирическим путем. Принесла, увидела, что они мне не подойдут. И убрала в дальний ящик. Подумала, ну ладно, сделаю какой-нибудь декупаж. Или, возможно, будет подставка под горячее. Или еще что-то с дыркой посредине. Вот. Я стала, конечно, теребить мужа. Я стала спрашивать, что же делать. Он говорит, нужно искать что-то потоньше. И вот у меня есть такой пивной картон, который толщиной 2 миллиметра всего. И вот, мне кажется, на этот картон придется и натягивать эти часы. Я не думаю, что у меня какая-то рамка здесь, наверное, появится. Скорее всего, это будет, ну вот, как-то таким образом. Я, естественно, не стала стирать вышивку до того, как я начну работать с ней. Когда начну ее натягивать. Чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Потому что, как только я этим займусь, тогда и постираю свою вышивку. Здесь, в центре, я не вышивала несколько крестиков. Вот там, где стоит голубенький крест, это центр вышивки. Я специально оставила пустое место, буквально в несколько клеточек. Так как здесь будет конва разрезаться. Для того, чтобы можно было спокойно продеть этот часовой механизм. Вот. Муж мне обещал сделать приличную, хорошую, маленькую дырочку на этом картоне. Картон хороший, он практически не мнется. Я думаю, что я вырежу квадрат из него. Потом дело встанет за ним, он мне сделает дырочку. И потом я уже буду натягивать вышивку. И в конечном итоге мы вставим механизм. И останется последний вопрос о цифрах. Я склоняюсь к тому, чтобы, возможно, не делать цифры вообще. Или сделать какие-то совершенно небольшие. Опять же, скорее всего, черного цвета. Чтобы они хоть как-то выделялись. Кнопочки, пуговички, какие-нибудь круглые, может быть, штучки. Чтобы просто отметить 12, 3, 6 и 9 часов. Вот. Вот на сегодняшний день я нахожусь на этом этапе с этой вышивкой. И я надеюсь, что следующий отчет, это будет уже отчет с демонстрацией часов. Всем огромное спасибо за то, что провели это время со мной. Желаю прекрасного вышивального настроения. И до новых встреч. Пока.